Всем привет! На планине Земля существует 120 странных государств. 197 являются признанными, 3 государства являются частично признанными, 5 государств контролируют заявленную территорию, а 4 государства не признали вообще. В сегодняшнем видео мы проверим, возможно ли вставляется создать герсу оф Айрон-4 государства, чей суверенитет стоит под маленьким или же большим вопросом. Дисклеймер! Каждый человек сам решит для себя признать ту или иную страну. Автор данного канала не признает другие государственные формирования на территории других суверенных стран. И сам факт, существо не таких государств не отрицает. Всем приятного аппетита! Приднестровская Молдавская Республика, непризнанное государство, граничивое с современной республикой Молдавия и Украина. Согласно административно-территориальному отделению Молдавии, большая часть территории, контролируемой по Риднестровской Молдавской Республике, входит в состав Республики Молдова, как автономное территориальное образование. Другая часть входит в состав Молдавии как муниципий Бендеры. Часть заявленной территории ПМР контролируется Молдавией. Приднестровская Молдавская Республика провозгласила независимость от Молдавии 2 сентября 1990 года. После того, как парламент Молдовы в июне 1990 года признал незаконным создание Молдавской Советской Социатической Республики. Тем самым Молдова вышла из состава МССР. Согласно в 1900 году путем объединения части Бессарабии и районов Мастор на левом берегу Дмитра. На данный момент Республика Молдавская Приднестровья существует до сих пор. Но все еще она имеет предоставительницу существующего государства. И все члены ООН не признают данное государство. На данный момент члены ООН признали Приднестровскую Молдавскую Республику за накопаться Российской Федерацией. Можно ли создать Приднестровскую Молдавскую Республику в Херцеваран 4? Теоретически и фактически это возможно. Правда территориальные границы данного государства будут немного отличаться от того, что у нас есть в реальной жизни. Впрочем, эти территориальные ошибки я вам и покажу. Итак, для того, чтобы создать государство, нам нужно будет, играя за Румынию и Советский Союз, освободить территории Молдавии, Южной Бессарабии, страны Румынии. А что страны Советского Союза нужно освободить Балта-Террасополь. После этого мы должны будем подвести войска к данным границам. И при помощи специальной команды, позволяющей использовать решения мгновенно, потому что в начале игры вы не сможете свободно брать другую войну, оправдывать цель войны, гарантировать независимость, и это все будет доступно. После того, как мы объявляем вам данному товарищу войну, спокойно заводим войска на территории Кишинева и других городов. Вот Молдавия капитулирует. Итак, чтобы создать территорию, нам нужно будет нажать на «Изменить правительство», выбрать «Молдавия» и нажать на «Балта-Террасополь». И отправить изменения. Подтвердить и выйти. И вот, как мы видим, часть Молдавии становится Молдавской социалистической республикой. К сожалению, она будет так и называться, потому что, по крайней мере, период данной игры у нас рассчитывается на Вторую мировую войну, и во Второй мировой войне еще не существовало данного государства. И большая проблема в том, что столица МССР будет не «Террасополь», а «Балта». Я не знаю, чем это связано. И территориальные границы, они тоже неправильные. У вас сейчас на экране будет показана нынешняя граница Пренестровья. И, как вы видите, они здесь прям не похожи. И к тому же здесь не все города есть. Вот где-то примерно здесь находится город Бендеры, где здесь находится Рыбинск. Но, что ж, это хоть что-то. Республика Сомалиленд, непризнанное государством в северной части Африканского рога, на территории бывшей колонии Британского Сомали. Признается международным сообществом как часть Сомали. Столицей крупнейшим городом в стране является Харгейса, правительство Сомаленда, и рассматривается государство правоприемником Британского Сомали, которое в качестве непродолжительного времени существовало независимого государства Сомаленда. В 1960 году объединилась подопечной территории Сомали, ранее итальянской Сомали, в единственное государство. Для того, чтобы создать республику Сомаленда, нам нужно будет оккупировать и превратить в свою маринетку часть Британского Сомали. Так, для начала мы объявляем войну, так же опять, и потом вводим войска на территорию столицы, чтобы капитуляция данной страны вышла быстрее. Так, дальше... О, они военные сделали. Это нехорошо. Ну ладно, я тогда вот так вот войска выведу вот так вот. У меня, в принципе, армия должна будет их уничтожить, но это не факт. А, на страйке у этого негра... О, извините. Так, немцы ремлитаризируют область. Это нам неинтересно. Так, вот уже подходим ко второй столице. Еще раз. А, вот давайте еще вот эту территорию возьмем. Ага, дальше у нас получается... Здесь. Самая большая проблема, что в Африке почти что нет географического, точнее, графического изображения городов. То есть вы, ну, навряд ли поймете, например, находят столицы. Допустим, мы смотрим, даже если мы смотрим по Европе, то вот мы видим, что... Ну, тут туман, но вот тут видно, что вот Варшава, вот Лодзень, вот Полуск, ну, в Полуске тоже когда-то дичь. Вон там Торрень, вот Бэкдош. Даже, допустим, по той же самой, например, ну, Белорусской СССР. Вон Минск видно. Вон видно. Ну, там не видно. Да, Могилев там тоже не видно, он не отображается там. Солигорск тоже где-то отображается. Вот Киев, допустим, видно прекрасно. Одесса прекрасно видно. Балту... Ну, а хотя... Нет, Балту не видно, она в лесу. Дальше что у нас? Видно Севастополь, видно Керчь, видно... Ну, Ялту не видно, Ялта где-то там в лесу Видно, допустим, Краснодар, Новороссийск видно, видно, а Майкоп не видно Ну, вы поняли, о чем я просто, в африканских странах все проблемы Ну вот, даже, допустим, вот здесь, ну вот это даже не город, а скорее деревня какая-то Допустим, в Нигерии тоже нет города просто здесь В Верхней Вольте тоже города нету, там просто здание столицы Мне кажется, разработчики, они немножечко подзабили на все это дело, ну Ну да ладно, так, у нас получается, что, где наши войска? Войска у нас уже почти победили, почти победили наши войска И вот, и делаем мы все то же самое, изменяем правительство и выбираем британскую Сомали И нажимаем отправить требования и подтверждаем выбор И хоть страна не приняла своего естественного названия Ну, хотя тут, наверное, со всеми странами будет выходить так Но чисто фактически, всегда, вот, столица данной республики Теперь вот тоже Харгейса Она отделена, получается, от основного государства Она, ну, хотя тут, а, ну тут везде нейтралитет, так что Так что даже не знаю Ну, вот, как видимо, данную республику создать тоже можно Но название не применено Да и к тому же, создание данных республик немножечко безбыстренно Потому что, ну, легче будет полностью всю территорию оккупировать Или же создать территорию морян государства Ну, кому как и виднее А с вами экстренное включение Дело в том, что следующую подписку должно было идти Нагорно-Карабахская республика Но, к сожалению, в игре ее сделать не получится чисто физически никак Потому что, как, ну, если вы не знаете Территория Нагорно-Карабахской республики Базируется на территории Азербайджана и Армении И проблема в том, что сам по себе, сами стороны Азербайджана и Армении Они никак не делятся на какие-нибудь регионы То есть, они, ну, при клике на какое-либо государство Они сразу становятся, ну, выделяется вся область государства То есть, при, например, захвате данного государства Вы не сможете его разделить на две части Потому что, фактически, у, например, Азербайджана будет всего одна часть Максимум, что можно сделать, это сделать его, ну, правительствами этим Мы даже, допустим, мы не сможем, приобъедем Мы можем попробовать победить все республики Кавказа Суверенные И уже на основе этого базиса сделать уже Нагорно-Карабахскую республику Но есть тоже проблемы Вот дело в том, что, допустим, у той же самой Грузии И Грузии Есть возможно создать, получается Возможно создать две республики, ну, на территории одной Потому что она еще создает, получается, регион Абхазии Но для Нагорно-Карабахского региона Данный вариант будет недоступен Ну, потому что вот чисто фактически, как бы вы можете Они, вот смотрите, вот эти вот микро-выделения, они есть То есть вы, как бы, если бы они делили страну на эти микро-элементы То, в принципе, мы могли бы создать с вами Нагорно-Карабахскую республику Потому что В принципе, тут все уже есть Но, к сожалению, и увы таков сделать. Пока что в данной версии Хоя Кирсовая 4, на данный момент мы играем на ванильной версии и на самой последней версии. Возможно, в модах есть, допустим, в Миллениум Даун или в каких-нибудь других модах. Или, допустим, уже в пятой части будет возможность, ну, создания вот таких вот государств. Но это не точно.